Кшиштоф у нас на связи, я думаю, он рядышком, и сейчас все равно присоединится. Мы сразу хотим прояснить, что, к сожалению, нет технической возможности Женечку вывести с видео, но мы это сделаем обязательно уже офлайн, еще раз повторим. Но вот и Кшиштоф рядом. Кшиштоф, скажите, пожалуйста, все хорошо у вас во связи, вы готовы? Да, у меня все хорошо, но когда начинается связь со звуком, бывает так, что все уходит. Надеюсь, в этот раз получилось и все будет хорошо. Все отлично, да, мы вас видим и рады слышать. Пожалуйста, вам слово, Евгений, слово расскажите, как вы пришли к такой мысли, как это осуществить, такой большой, огромный проект удалось? В общем, может я начну и скажу, что я очень рад, что могу быть даже в этом, хотя я в этом виде. С вами в Москве, но пока нет другой возможности, хорошо, что есть такая, хорошо, что мы вместе, что мы можем связаться. Я потерял, думаю, связь как раз, но я уже снова, да? Кшиштоф, слышно вас прекрасно. Хорошо, 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 вот эта книжка на самом деле она была издана уже в 89 году, вот она так, в таком виде была издана на польском. И может я попрошу Евгению Доброву, которая расскажет, почему как раз эта книжка стала так важной, потому что Евгения перевозила мои стихи с другой книги, вот с книги «Век новый». И как бы с этими стихами познакомилась намного позже, а потом как-то все перевернулось, и эта книга «Ниже сна» стала первой книгой, изданной в России. Вот мне тоже интересно, почему так случилось. Эта книга прыгнула мне в руки с книжной полки, не знаю, почему так случилось. Действительно, я перевела на тот момент уже книгу «Новый век», которую Кшиштоф держал в руках, закончила ее там, 40 стихотворений и большая поэма в новом веке, и взялась за перевод книги «Песни о любви и расставании». Это лирическое стихотворение. То есть я была в каком-то другом проекте, в середине работы над другим проектом тоже, вот связанным с именем Кшиштофом. Да, да, да. И вдруг мне с полки прыгнула в руки вот эта маленькая книжка с крылышками, с этой обложкой вот такой, которая для 80-х годов, я считаю, это довольно круто, вот они так придумали. Мне эта обложка нравится. Вот она такая ретро, но в ней есть свое такое обаяние, печать. Там такая немножко рельефная, вот как раньше в типографиях печатали. Вот можно, если рукой провести по странице, то там как на ощупь прямо вот видна как бы текстура этой печати, я не знаю, как это называлось, глубокая печать там или какая. В общем, вот такая вот книжка сорокалетней почти давности. Неправильно говорю. Написана она была почти 40 лет назад, в начале 80-х. Вышла в 89-м, а написана была вот где-то 81-й, 82-й, 83-й. Это период военного положения в Польше. И это было время непростое. И, конечно, исторический контекст и исторический фон в этой книге есть. Могу напомнить основные моменты, связанные с вот этим историческим контекстом. В 80-м году, это Олимпийский год, было создано на Гданьской судоверфище, все знают движение «Солидарность», это движение оппозиционная правящей партии. По голове стоял Лех Валенса. И когда появилась такая мощная оппозиционная структура, в стране начались волны забастовок, стачек, и очень много поляков принимало в них участие. Ярузельский пытался договориться с оппозицией, но было понятно, что достичь согласия не получится. Уже был декабрь 81-го года, и была назначена генеральная репетиция большой общенациональной забастовки. Забастовка была намечена на 17 декабря, а эта репетиция прошла 11 декабря. И в ответ на это в ночь с 12 на 13 декабря Ярузельский вводит военное положение, потому что угроза развала социалистической системы иначе привела бы, возможно, могла бы привести к военной интервенции со стороны Советского Союза, что тоже создавало угрозу. Таким образом было введено военное положение. В первые часы с момента введения около 3000 активистов в Солидарность арестовали. Движение было запрещено, ушло в подполье. И военное положение продлилось до середины лета 83-го года. Вот это такой исторический фон, времена диктатуры, цензуры, тотального контроля, доносительства, социальной дезинтеграции, во время которых 23-летний автор писал странные стихи с отсылками к Эллиоту и Витгенштейну. Вот это вот очень интересно. И сейчас мы прочитаем стихотворение «Поднимается температура». Тут мне смешно, потому что я должна была сегодня быть в центре славянских культур, но вот по этой самой причине, как называется стихотворение, я вынуждена остаться дома и быть в таком образе черного квадрата Малевича. Но, как говорится, предвидение признак хорошей литературы поднимается температура. Кристоф читает по-польски и я читаю по-русски. «Стан подгоронцковый». «Миасто. Псы гонят отглос, кроков, улица, пасмом вонскего отдешу, угеły się доски, замкнули држи, а террас океннице с трзаском, ниц, что раме отарте, цаун оклеи крепнутое кесты, дона ноби спацем, не милкнешь шцэнк репетованый смерти. За окнем преповиадаю сценариус мэнцењства. Децко всказује цием похилонему мэншцијње, як веле сяње вдаши, ним однайдзеш своје имјона на розмэтеј клепсыдже. Поднимается температура. Город, собаки гоняјј эхо шагов, улица, узкая полоса дыхания, прогнулся полк, закрылась дверь, а потом с резком ставни. Ничего, что ободрана рука. Саван смажет клеем застывающие жесты. Дона ноби спацем, не смолкают щелчки перезаряжаемой смерти. За окном предсказывают сценарий мучвичества. Ребенок показывает насгорбленного мужчину. Сколько всего случится, прежде чем ты прочитаешь свои имена в размытом дождем микрологии. Здесь есть латинская строчка «Дона ноби спацем». Это переводится на русский «Даруй нам мир». Католическая средневековая молитва, песнопение, очень красивая мелодия, невероятной красоты. я хотела даже обратить внимание, что можно на ютюбе этот ролик посмотреть, буквально три минуты. Есть исполнение детского русского хора, прекрасные дети в голубых платьях стоят небесными ангельскими голосами, поют вот эту молитву. Невероятной красоты мелодия. «Даруй нам мир». И дальше у Кшиштофа не смолкают щелчки перезаряжаемой смерти. Ребенок, который показывает на сгорбленного мужчину, это образ страха доносительства, потому что когда какому-то прохожему какое-то дитя на себя будет показывать пальцем, и это все в контексте вот этого фонового страха, связанного с этими историческими социальными контекстами, конечно, ты будешь чувствовать мурашки по спине или какие-то волны вот этого страха, ужаса, и эти волны уходят вообще на все пространство, расходятся вокруг тебя. Такая атмосфера, мы специально прочитали это стихотворение, первая такая атмосфера характерна для всей вот этой книги, тревожная, вибрирующая и очень такая, как бы сказать, побуждающая к размышлению. Кто-то сказал, что я только не знаю, как это на русском сказать, есть атмосфера зашчуча. Как это переведешь? Алло? Такая гнетущая атмосфера, такая, я бы сказала, что гнетущая атмосфера, наверное, такая предчувствие чего-то, каких-то смутных предчувствий. Давай мы прочитаем с тобой еще одно опорное стихотворение, которое нам очень важно здесь. Это краткий трактор о цвете, потому что мы упомянули Витгенштейна. Да, тут Витгенштейн надо несколько слов сказать, что как раз Витгенштейна я немного читал много лет раньше, но Витгенштейн это был один из тех философов, которые сильно повлияли на меня, когда я был еще очень молодым человеком и еще где-то я был тогда в восьмом классе. И вот потом вовремя, когда уже взрослый человек 23-летний или 22-летний как 22-летний человек я искал в себе и вокруг возможности смириться с реальностью и найти в этой реальности самый лучший выход так, чтобы не потерять себя в том, что происходит. Вот Витгенштейн был одним из как бы учителей возможности рассуждения того, что настоящий и того, что можно просто преодолеть, что можно просто не принимать как один из вариантов. Хорошо, я буду читать Круткий Trakta о колорах. Боль есть светом, в котором отнайдуем безсенность страху. Покрывам ним картку и ото ноч стаю себя найречистос легкий отдах есть колором мглы lub светла пленного. Когда хочу маловать радость заpełням плотно и стаю себя. Картка есть лжеисца от себе. Колор повсехный не существует, но существует наказует. Мешаю колоры, в слошении рисуют контуры rzeczyвестности. Краткий Trakta о свете. Боль это мир, где живет безсонница страха. Я заполняю им страницу и ночь становится нереальней. Легкое дыхание, как цвет тумана, или струящегося света. Когда хочется рисовать радость, я зарисовываю холст и становится так. Бумага легче себя самой. Общего цвета не бывает, однако ему требуется быть. Я смешиваю цвета и в этой смеси проступают контуры реальности. да, еще можно сказать так, что цвет вовсе живопись, искусство было мне очень близким, потому, что я с детства хотел быть художником. Но, как то случилось в моей жизни, что я потом ушел в сторону музыки и стал музыкантом, а не художником. хотя бывает еще и сегодня я беру какие-то карандаши или масло и на холсте что-то пишу. Но бывает. Все таки искусство это очень очень сильная часть моих интересов, моих того, чем я тоже сегодня занимаюсь. Хотя, как я сказал, прежде всего я по профессии музыкант и литературовед и культуровед. Это такие 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 путями пошла моя жизнь. Алло? Давай прочитаем еще давай в пандан прочитаем стихотворение «Галерея старых мастеров». Оно тоже об искусстве, об образах реальности и виртуальности. Но виртуальность это слово такое современное, новомодное. Может быть, правильнее сказать, какого-то гумуса реальности и самой реальности, которая из него потом вырастает, вырывается. Тоже очень интересный стих. Вот тут еще слово надо сказать, чтобы связать это с Витгенштейном и связать это с филозофией, потому что у меня с детства было такое сомнение, что этот мир совсем нереален. Я думаю, у многих людей с детства такой солипсизм существует. Это, конечно, очень детский подход и если сомнения, чтобы жить, надо с ними как-то прийти в порядок, как-то разобраться с таким направлением в том, что мы думаем, как мы думаем. Надо найти какой-то метод. И вот этот метод я нашел сразу у Витгенштейна и у других филозофов, и потому вот мне это было и нужно. А возвращаюсь к стихам Галерия Старых Мистцов. З навязов масивных рам эксплодуют пласшцизны образов. Инным разом с деликатны и бяны. Луч матери затримует распрыскуются светло и плани в замкнике. Почтива тварь старца темнеет под тварством Вернихсу. З уплывем стулеци портрет стая себя правдившим и coraz более живым. Хоть вciąż есть тенем теня, но когда бы хотел порушить, остаются стражницы. Информации historyчны опатрзона заказом дотыкания. Выходzę с румењцем за встыдения, а на улице отворачам очи. Тварзе укладај ружанец 400 лет. Галерия старых мастеров. Плоскость картин взрывается за скобки масивных рам, а бывают рамы скромные, белые, но материя держит брызги света под контролем, они сияют в заточении. Добродушное лицо старика темнеет под слоем лака, с течением веков оно все больше оживает. Но все еще тень от тени, если бы хотели пошевелиться, явились бы охранницы. Историческую справку сопровождает надпись «Трогать запрещено». Я выхожу с неприятным осадком и румянцем смущением. На улице я отвожу глаза, лица складываются в четкие четырех столетия. Сомнения по поводу реальности есть не только в этом стихотворении Укшиштофа, это один из таких важных для него мотивов, и не только в этой книге, это вообще один очень важный для него мотив, идея, которую он пытается прощупать и часто возвращается. это один из таких образов для него очень значимых. Книжке предпослан эпиграф из Марины Элиота. Давай, Кшиштоф, расскажем про этот эпиграф, как он появился, почему он возник. Элиот был очень важным поэтом для меня, и не только для меня, в 70-х, он в Польше, было очень много хороших переводов Элиота, и вот он был тоже одним из тех поэтов, которых я читал в оригинале. это просто хотелось ускорить изучение английского, и потому я начал и переводить. Уже переведены много раза стихотворения. И когда уже эта книга была готова к изданию, когда уже было название этой книги, я нашел в одном со стихотворений Элиота в Марине, я нашел, что там уже существует название этой книги. И эту фразу по-другому переводили на по-польски, но она на английском звучит undersleep. Давай читаем этот эпиграф по-английски по-польски а я по-русски 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 По-английски эпиграф звучит так Whispers and small lauter Between leaves and harrowing feet Undersleep Where all the waters meet. В полском переводе моим это звучит так Шепты и чихи смех Шепты и смех все воды в темноте там где встречаются все воды в темноте соединяются вот взял лончища Шиштоф взял польское слово олд 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 вт и олд и встречаются у эллиотта вот этот образ все воды ниже сна что это для тебя такое олд все если 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 река это это вода которая плывет если река это один из самых это вообще это огромный символ но река это прежде всего символ времени потому мы это знаем еще от древних греков и вот все плывет панторей и наша жизнь тоже плывет можно сказать что мы один из струльев в этой реке мы один из фрагментов какая-то часть этой этой воды которая плывет как время и можно тоже сказать что в нашей жизни мы так встречаемся с другими струльями и вот эта река которая можно сказать что реальность это такая река все находится ниже сна то есть ниже подсознания ниже сознания человека ну да да там я думаю где-то в глубине самое главное самое важное самое настоящее что в нас есть что мы живем как бы по поверху реальности но ниже сна это где-то в самом сердце в самом стриже можно так сказать в самом стержне стержне в самом стержне есть какая-то истина это самое важное извиня не слышал и именно это самое важное это самое важное так можно сказать что называя книгу ниже сна я хотел сказать что в этой книге все то что по-настоящему важно в этой книге есть один очень интересный попонять я был очень молодым человеком в этой книге есть один очень интересный образ это ключевой образ сейчас пару слов хочу сказать про главного героя который присутствует наверное больше чем в 10 стихотворениях это некий загадочный Ян П то есть буквы П точки нет после этой буквы то есть как такое странное сокращение без точки Ян П и много стихотворений посвящено ему этому герою что это за герой Кшиштоф давай немного о нем расскажем да я не могу я не могу сказать что это за герой потому что он придуман он придуман с одной точки зрения но хотя Ян П это можно сказать alter ego автора можно так давай расскажем почему П я не не слышу давай расскажем почему именно П что такая таинственная загадочная буква П как начальная буква ну там фамилии второго имени да я искал я искал очень долго как моего героя какое дать ему название и вот я придумал что Ян Ян это это имя моего отца Ян это самый любимый из апостолов Христа Ян это такое очень краткое мужское имя я придумал просто что Ян это будет очень сильное имя это одно П я действительно я под П не вкладал никакого никакого никакой фамилии ничего конкретного просто П являлось как одна из букв от которой начинается очень много слов это одно скажем каких это Польша Попугай Павлин Попугай Павлин это отсылка к Словацкому к Юлюшу Словацкому у него есть знаменитое стихотворение гробницы Агамемнона где о Польше сказано ты была павлином и попугаем народов то есть П это П как Польша П как поляк какой-то абстрактный Ян поляк а также есть отсылка к павлину и попугаю вот это важный момент в 80-х в 70-х еще и позже это был очень сильный голос кем мы являемся кем мы действительно хотим быть и кем мы не хотим быть просто Юлюш Словацкий это один из тех великих гениев в польской литературе который оставил очень сильные и очень очень важные вопросы и слова которые которые не потеряли своего значения до сих пор так конечно да этот попугай и павлин тоже как-то звучит но он звучал уже когда я был ребенком в школе так звучит до сегодня давай познакомим читателей с этим героем я прочитаю тогда по-русски это стихотворение пока давайте пока что-то перезагрузит спасибо да Янпе его не тревожит химеры он видит отступающую воду не отвечает вопросом на вопрос последний солдат традиции обреченный безупречный стокол его синего неба не сущая вращается по схеме сосновые иголки под прядью волос быстрее впитывают дожди тут и там лишь брызги от капель он повторяет щебет воробьев дети кричат из сумрачных глубин держа его за руку Ян удаляется в вечерней газете он видит родину с покрасневшими глазами он перестал бы дышать но превращается в ком земли он знает время и место вот вечерняя газета где герой видит родину с покрасневшими глазами это конечно один из образов того исторического контекста здесь важный момент и хотели мы еще прочитать два других стихотворения об этом герое у Кшиштофа сейчас звук появился Кшиштоф как я вернусь давай вернемся тогда к польскому варианту Яна П еще раз еще раз прочитать Яна П герой а теперь мы прочитаем стихотворение, которое называется Ян П. розмышляет о страхе, тридцать вторая страница. Ян П. розмышля о страху. Ян П. розмышляет о страхе, тридцать вторая страница. Ян П. розмышляет о страхе, тридцать вторая страница. Это незменный руль прожития. И теперь еще одно важное на стихотворение из этого поэтического ряда, да, Ян П. ожидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Он сидит у подножия престола, соборы закрывают им солнце, они возносятся, и ветер тоже под горло поднимается свинцом. Здесь я хочу обратить внимание, здесь интересный есть образ человека, сидящего у подножия престола. Это коррелирует с образом шута у подножия трона. И, может быть, здесь есть даже такая отсылка к картине Станчик после... Матаико, да. Да, Матаико. Про шута, про королевского шута Станчика, когда он во время бала, который в королевском дворце идет, смотрит на письмо, в котором говорится о потере Смоленска. То есть, такой как бы первое время чумы, там образ смысла этой картины, никто не понимает, даже королевские особы населятся и перуют, и как бы понимают, понимают и сидят в печали. Один только шут понимает, что вообще происходит. Вот, и этот образ шута, он в этом Яне Пэ вообще просматривается. Ян Пэ это такой шутовской с оттенком юродства, юродствования. Образ он важный. И не только потому, что здесь есть отсылка к образу отца, фигура отца всегда важна для молодого мужчины, не только к вот этим историческим корреляциям словацкого, но и вот к образу шута у подножия трона, мне кажется, это важно. И хотели мы еще прочитать, раз уж у нас об отцах. Я могу еще несколько слов добавить. Тут очень ты прекрасно раскрыла эту тайну. Вот я еще добавлю то, что в это время я уже знал дитирамбы дионизейские нитше. В этих стихах, это стихи Нитше, и в этих стихах он пишет, он говорит, я шут, я поэт, я только шут. И вот личность, личность шута в полской, в полском дискурсе, спасибо Станчику, который был исторической личностью, очень важный. Он говорит, что ему ничего не угрожает, он может говорить правду. У него правда безопасно совсем, потому шут у Матейко, Станчик, такой важный, такая важная persona и такая важная фигура. И этот Станчик Матейко, можно поинтересоваться, когда он сидит такой пасмурный, когда весь двор развлекается. И вот это тоже очень сильный момент в дискурсе на тему патриотизма, на тему государственности польской и того, как мы теряли разные шансы. Вот это тоже, можно сказать, это тоже не случайно появилось в стихах послевоенного положения. Вот это я хотел добавить. Мы можем возвращаться к тому, что ты начала уже говорить. А я хотела перейти к теме отцов и детей. Давай прочитаем стихотворение, которое называется отцы, а следом мы прочитаем стихотворение, которое называется дети. И это 91 страница, Кристоф. Ольцови. Ольцови. Ольцови выклювают się цихо с пресесиом дымом фотели. Их длони држање над огнем, в ядном листье стыгне зелень. Ольцови саустрыщенци, покровињствем первого стопня, либо его бракем, либо, гдддзеци, не сау уж детьми. Ольцови тримање тримање традицијных теорий выхована. Белејње зацињенте палце, в розтаргненеју повторяње формујы, а дефиницје мешчање мишчање. Дети збирајње листье, наге држава ойцовства. ОТЦЫ ОТЦЫ тихонько вылупляњцање из пропиранных креселње, их руки дрожат над огнем, увидање листье, мўрзнуты трава. ОТЦЫ шокированы родством первой степени, или его отсутствием, или когда их дети перестање быть детьми. ОТЦЫ придерживаются традиционных способов воспитания. Их стиснуты пальцы белење, они рассењење повторяње формулировки, и дефиниције помещање любовње. Дети собирање листье, облицели древје отцовства. Комментируње или сразу читаем следјње? А если у тебя есть какое-то важное замечание, или какой-то подспудный смысл ты нам раскроўшь, то скажи, или ты хотел от меня что-то здесь услышать? Я сначала хотела два прочитать, потому что они как бы впаре. Хорошо, тогда сразу. Тогда сразу. Дети. Да, дети. Космогония наших дети задзијј неупрзедзонајх. Одгаднам przyszлоћ, лечјј лјј поминам. В милченијј отставјј помидзи ксијјјки. Прешлоће јст завсе помысјем најнавшим. Одђедзоњ нас в пустых покојах кварантанны, где санитаријј уносјјся понад часем, овийјјјцем серца встэнгом ваты, прејјкажјјц злојјць, пријајцијјо објктивизм хистории. Новој моральнојј і историј ўсешљата, похылјј Ѡцоло споглѐдајјц на зегар. Позостанемјјјцше јшчы джијј. Недобите кони, а гдд јдерзој в дзвон, з улгјо оплаком превојзника. Пзед щвитем умарајся јћannoј. Дети повернутся до прерванных занятий. Проглатывая злобу, объяснят объективность истории, новую мораль и историю вселенной и опустят голову, чтобы взглянуть на часы. Мы пока остаемся в живых, непристреленные лошади. А когда ударят колокол, они с облегчением оплатят перевозчика. Перед рассветом умирается легко. А потом они вернутся к своим делам. Ну каково, да? С облегчением оплатят перевозчика, а потом они вернутся к своим делам. И, кстати, здесь есть очень интересная строка про карантинные палаты. Это удивительная какая-то вообще вещь. С этой книжкой произошла какая-то удивительная реактуализация. Здесь очень много образов, которые могли бы быть написаны этой весной во время пандемических, вот этих всех санитарных мероприятий, во время карантина. И вот эти картины пустых городов, где только собаки гоняют эхо шагов, где поднимается температура. И в это время мы слышим щелчки перезаряжения смерти. И навестят тебя в карантинных палатах твои дети или нет, это еще большой вопрос. Это удивительная какая-то вещь. Я начала переводить где-то в конце прошлого года. То есть еще не было никаких намеков. Не поэтому мне книжка прыгнула в руки, а может быть поэтому с каким-то предчувствием, не знаю. Но когда читали люди, наши друзья, мы там рассылали PDF. И кстати, может быть мы это сможем здесь еще раз повторить. Может быть мы сможем нашим читателям, если кто-то запросит, прислать PDF. Вот мы спросим у Лены, это можно сделать или нет. Но говорили нам, что как будто эти стихи написаны вчера в соседней комнате. Это весной говорили. Вот это очень интересно. Вот что это такое, я не знаю. История называется по спирали. Там есть круги Вика. Может быть рука соберет разбросанные круги Вика. Ну это вот то, что по-русски спирали история. Вот, наверное, собирает эта рука, как раз эти круги. Мне все-таки ближе метафора реки. И вот если в этой реке есть разные струлья, они просто тоже могут как-то по кругу с собой вмешаться. То, как мы это себе представляем, это одно, а как это есть на самом деле, это другое. Но все-таки надо как-то представлять, потому что если без такой модели, без возможности представления себе этих процессов, мы их не можем понимать, потому что наша точка зрения, наше время, в которых мы живем, просто очень сильно противоречит тому, чтобы понять, то, что происходит в огромном масштабе, в огромной, в очень широкой перспективе. И у нас осталось последнее стихотворение, которое мы хотели показать. Это стихотворение под названием «Ниже сна», последнее. То есть это самое последнее финальное стихотворение, которое носит тоже название, что и сама книга. А мы еще не читали «Учта», «Пир». А, тогда прошу прощения, мы еще не читали, да, мы еще не читали «Пир» тоже, это важная стихотворение, значит, это предпоследнее, а «Ниже сна» будет заключительно. Здесь есть такая фраза про перо фламинго, и речь идет о перующих, в стихотворении называется «Пир». Короче, перышко фламинго – это такой инструмент, чтобы обожравшемуся римлянину очиститься, пощекотав горло и спровоцировав там известные рефлексы, очиститься таким образом, опустошиться и жрать дальше. Вот использовалась перышко фламинго, поэтому здесь вот оно в таком саркастическом контексте есть. И я прочитаю, это стихотворение по-русски, пока там ухудшится техническая заминка. «Пир. Когда вожди закончили переговоры между тучными бедрами наложницы, и перо фламинго, словно божественная провокация, освободило свободных, сбежались на кормежку лоснящиеся тараканы и подданные поменьше, Их плодычество вечно. Когда тонкие губы сдувают пепел, алмаз осторожно омывает слеза». Так, меня было слышно, что все пропали? Алло? Алло, да, было слышно. Было слышно. Давай по-польски. Я пропал, когда мне было. Я все объяснила про смысл этого образа, уточнила и читаем. Учитаем. «Кида водзовец закончили обрады поменьше тэнгими удами на ложниц, пиуро фламинга было боском провокацией, вызволением волных. На жер спадły блышчанце кралухи и поменьше поддани их властво в вечности. Когда мягкие уста раздмухуют попиоу, диамент острожнее лзонси премыла». Решунику, последний. Да, но тут можно еще сказать, что тут есть образ вождев. Я не знаю, что ты сказала на эту тему, но он тоже будет очень часто возвращаться в стихах, тоже в книге «Век новый», там тоже есть очень много. Да, там есть вожди, захватчики, галеоны, которые несутся вскачь, завоевывать новые земли, отступающие, наступающие. И вообще это какой-то один большой вселенский напалм. Это я про книжку «Новый век», которую тоже я перевела. Надеюсь, тоже скоро она появится. Может быть, в следующем году. Сложно понять, что я от вождев ничего хорошего не жду. Да, потому что под вождев ничего хорошего не ждет. И, конечно, напрямую невозможно было это сказать в 81-м, 2-м, 3-м году. Поэтому в этой книге еще один важный момент. В этой книге использован изопов язык. То есть очень много иносказаний, то, что нужно прочесть между строк. Авторы в Польше, да и в России тоже во времена социалистические, конечно, упражнялись часто в искусстве такого письма и чтения между строк. И изопов язык и все его выразительные средства были важным инструментом для литератора. Особенно в те острые исторические моменты, когда, значит, просто не пройдешь цензуру, потому что в России все летовалось, и в Польше то же самое. То есть нужно было пройти и получить подпись цензора, потому что если цензор ставит свою подпись, то он уже берет ответственность на себя за все, что дальше выходит в печать. Нужно было эту цензуру как-то обойти, все эти преграды. Поэтому в этой книге очень много иносказаний и много таких образов, которые нужно как-то понимать, считывать, зная какие-то исторические детали. В моем поколении все просто учились читать между строчками. Это было очень полезно знать, как это делать, а причем это был очень хороший, как бы, как сказать, тренинг, очень, очень хороший упражнение для, для, для ума. Причем еще есть такая поговорка даже, но это сказал или Юлиан Тувим, или Антоний Слунимский. Я слышал и об одном, и об другом, что если цензор что-то поймет, лучше, чтобы это вычеркнул, потому что нельзя в литературу впускать того, что для цензора понятно. И вот на таком уровне существовала в это время литература. И я не думаю, это было плохо, хотя это было совсем по-другому, чем теперь. Итак, у нас последнее стихотворение, да, уже так проанализировано, ниже сна. Читаю. Пониже сну. Слово. Не отвертать голов. Сейчас светло опатрится в вонтпении. Отмежание роскосы. Зимный корыторг – это ниц значения. Не запала себя радость свежей белизны, запоминание цела. Нервова темность ксеньжица. Преистия, где голос крусшее безшелестнее. Преплыва chaos в талиях пустых карт. Отемпение выpełня зиарно пиаску. Упада мордерчиньи. И вилк есть последним konsumentом. Слово ойца, чихе как кроки в листьях. И не чекам рек. Завязываю вензе. Слово было не отворачивается. Раны сомнений сейчас обработает свет. Возировка экстазы. Холодный коридор, как неисповествование. Нет вспышки радости от чистого белья. Забывается тело. Нервная темина луны. Переулки, где беззвучно рассыпается голос. Витает хаос в колодах пустых карт. Оцепенение песчинки. Убийца падает. Ее последним потребителем стал волк. Слово отца тихое, как шаги по листве. Я не жду у моря погоды. Я завязываю узелок. Здесь хочу обратить внимание, что мы слышим опять шаги по листве. Вот это замыкается круг. Есть отсылка к эпиграфу, к вот этой фразе «Шепот и смех, у меня листво спешащей ногой». Ее по-разному переводили, но смысл такой, что смешок или тихий голос, какое-то звучание листвы, живой листвы под ногой, под тем, кто проходит по этой листве. И вот здесь мы слышим опять этот образ шагов по листве. То есть делаем круг и его замыканку. Как раз последний, самый последний страх. Да. И тут еще есть не как бы «Не жду умора погоды». Это на польском «Не чекам жек». Как это перевести? Как «Не чекам жек». Я по-русски это понимаю так, что я вообще уже ничего не жду. Я не жду уже ничего. Что есть, то есть. Это хорошо. Это хорошо. Это уже немножко другая поэтика. более современно. Можно сказать, можно сказать, прямо сказано то, что там у меня тоже прямо сказано. Там у меня есть этот образ реки, как такого очень емкого символа. но это можно дискутировать. В русский эквивалент тоже попала вода. Я не жду моря погоды. У меня тоже горная Всемирный океан. Реки впадают туда. Твоя река впадает в это море. Все в порядке. Мне это нравится. Не жду моря погоды. Я понимаю, что это как бы звучит поговорочно. Да, да, да. поговорка. Конечно, идиома. На польском нет такой поговорки, нет такого идиома, потому мне это немножко удивило. Но прекрасно. Спасибо. Долго работали, долго обдумывали вот это трехтиш и эту последнюю штрафу. Там были разные варианты, как его завершить. Десять раз подумав, я выбрала не жду моря погоды. В этом и какая-то есть какая-то не то, что безнадега, но и смирение в этом есть, и что еще, и страдание, и смирение, и финал какой-то. То есть вот и пессимизм есть, который важен для этой книги, для поэзии Кшиштва вообще важна. Ну вот такой вот мой вариант перевода финала. Спасибо. Которую мы сейчас вам презентовали. У нас есть еще минута. Да, есть, конечно же, парочку минут. Дакши, что услышим вас. Говорите, пожалуйста. Может, есть какие-то вопросы? Мы сейчас проверим наш Facebook. Если нам писали вопросы, то мы сейчас вам их передадим. Да, люди интересовались встречей, но вопросов пока я не вижу. У меня вопрос. Можем ли мы заинтересовавшимся читателям выслать файл PDF, как мы уже делали? И у нас несколько человек запросило PDF, очень внимательно прочитали, прислали отзывы. Один человек даже написал рецензию, которую в конце сентября опубликуют одно издание, обещали нам, что ее возьмут, и может быть какую-то обратную связь мы получим. Есть ли возможность предложить такой вариант, потому что кто-то придет в библиотеку, а кто-то пока еще не дойдет? Женя, мы просто предлагаем, а если кто-то захочет, может или тебе, или ко мне просто на Facebook сказать, и мы поспорим. Конечно же, пожалуйста, нам можно на Центр Славянский культур в Славе собачка Липфел .ру написать, вам можно на страничке написать, мне в личное сообщение, всегда, пожалуйста, все передадим на связи, в любые соцсети можно писать, мы поддерживаем контакты. Да, и мы опять сделаем такую рассылку, если будут запросы. Это хороший вариант во время пандемии. Точно, точно. Ну что, дорогие друзья, очень признательны вам за теплую встречу, жаль, что она, конечно, заканчивается, хотелось бы слушать польский язык до бесконечности, потому что очень интересно, И мы не прощаемся на данный момент, к счастью, мы встречу с Кшиштофом продолжим через минут 15-20, после небольшого перерыва, когда к нам подойдет герой следующей нашей встречи, Андрей Коромин, он уже в пути. Благодарим Женечку Доброву за проделанную масштабную работу, за то, что она замечательно провела нам сегодня презентацию книги. Ждем всегда вас всех к нам в гости офлайн на встречу с нашими читателями, слушателями, посетителями уже вживую, и я тогда прощаюсь на некоторое время, всех благодарю, и до встречи через буквально 15-20 минут на страничке Центра славянских культур. Если есть вопросы, мы можем еще вопросы, которые вы напишете, передать во время следующей встречи. Спасибо.